Продолжение следует... 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 Мышление управляемое, ну и, наконец, мышление, опирающееся на объективные законы развития технических систем. Я бы даже так сказал, шире немножко не только технические системы, но и вообще системы. Поэтому управляемое мышление достигается диалектическим методом познания, который хорошо изложен в разделе философской науки, диалектики. А опорой на закономерность на развитие законов развития технических систем мы достигаем управляемость организации решения человека. То есть, иными словами, все системы, физические особенно системы, уже никак попали, а они развиваются и существуют по определенным законам. Эти законы познаваемы, их можно изучить, более того, этим законам можно обучить людей. И, таким образом, процесс генерации идей уже сводится не к простому перебору бесконечного количества различных вариантов и упыванию на его величество случаев, а сводится к тому, что мы просто-напросто берем эти законы, используем совершенно сознательно, и, опираясь на эти законы, конструируем в определенном направлении, по определенным, так скажем, правилам, конструируем те или иные идеи. То есть, это сильно напоминает работу ребенка, которая, так сказать, из кубиков складывает какие-то маленькие дома, сооружения, конструирует машины и так далее. Так и инженер, опирающийся на объективное законное развитие систем, может сознательно, шаг за славу, сконструировать новую, неизвестную человеческую мысль. И вот здесь, в этом как раз и заключается принципиальное отличие теории «челезнодетч» и «челезнодетч» и «челезнодетч» от других основных методористик, где главный упор делался на том, как человек мыслит, каким образом у него в голове зарождается талетная мысль, и каким образом можно способствовать и интенсифицировать этот процесс. Либо совершенно случайно, как в методе фокальная конкретность, либо по определенным, будем так говорить, алгоритмическим правилам, жестким, детерминированным, как это было в методе морфологического анализа. Но в любом случае, центральный вопрос номер один упирался именно на способность определенным образом человека реализовать мышление. При этом, сами объекты изменения, объекты совершенствования, они как бы оставались за полем зрения изобретателя. Принципиальное отличие от рис как раз заключается в том, что мыслить человек должен не как попало, а он должен быть в мысли соответствии с объективными законами, по которым живут системы. Поэтому познание этих законов, умение их применять на практике, по сути дела, это и секрет гениальности человека. То есть можно без всякой гениальности быть гениальным. Для этого нужно просто-напросто хорошо освоить азы вот этих вот законов, понятий и научиться создать на применении. Ну несколько слов о том, как же, собственно говоря, были открыты законы. Понятно, что базовой основой для выявления закономерности в существовании, развитии и работоспособности систем был патентный фонд. Нигде, как в технике именно, мы не найдем с вами такого огромного количества описанных решений различных изобретательских задач. То есть огромный многомиллионный патентный фонд, где можно взять и четко почитать, как решалось ставить на эти технические задачи. Но оттуда понятно, что систематизация вот этого огромного патентного фонда привела к тому, что были расклассифицированы системы и типы задач, и в соответствии с этими как бы системами и типами задач было сформулировано несколько очень важных законов. Точнее так, Абшуров в своей книге на эти идеи упоминает как бы условно о трех группах законов. То есть он их так и называет законы группы статики, законы группы кинематики, законы группы динамика. То есть вот исходя из того, что представляет собой статика, кинематика и динамика, соответствующим образом определяется и смысловая сущность этих групп законов. Если мы говорим о законах статики, то мы говорим прежде всего о законах, по которым обеспечивается работоспособность и жизнедеятельность функционирования обычных систем. Так, все не понимают, о чем я говорю. То есть нарушение закона группы статики представляет собой новую ситуацию, когда существующая техническая система просто элементарно не будет работоспособна. Я сейчас вам назову некоторые из этих законов, мы с вами разберем эти законы группы статики, поговорим, попытаемся порешать некоторые задачи, чтобы вы лучше их усвоили. Вот один из самых таких важных первых же законов группы статики, закон полноты частей системы, говорит о том, что любая техническая система обладает работоспособностью или минимальной хотя бы работоспособностью. В том или только в том случае, если все ее подсистемные составляющие обладают хотя бы минимальной работоспособностью. Вот я все, что сказал. То есть представьте себе, любой объект состоит из каких-то составляющих ее частей, как мы говорим, из подсистил. И суть закона сводится к тому, что если хоть одна из этих подсистем будет неработоспособна, то вся система будет что? Неработоспособна. Такой простой, понятный, казалось бы, всем закон, который мы постоянно с вами выполняем те или иные проекты, откровенно говоря, нарушаем. Такой банальный пример. Бокадель Полей, трактор Кирвиц, Красный Суд, Закон. Обладает великолепной производительностью. То есть это одна из высокопроизводительных машин на спавке взяли, то есть покойника 10 корпусов цепляем и потащили. То есть сегодня в этом показателе производительности у нас Пашки Кирвиц не имеет, в общем-то, себе равных из отечественных тракторов. Паша там больше на глубину 22-25 см. При этом ученые доказали, что в результате воздействия пневмоколесных ходовых устройств на почту, по которой он движется этот трактор, происходит уплотнение этого почвенного слоя, и таким образом это приводит к последствия коррозии почвы и ухудшению, снижению урожая примерно на 20-25%. То есть получается очень странная парадоксальная ситуация. Паша на 25 см, а уплотнение на 2,5 м. Вот парадокс. То есть одно как бы лечим, а другое что? Калечим. Классический пример нарушения закона, связанного, так сказать, с обеспечением минимальной работоспособности системы. Вы полетите на самолете самым современным, самым скоростным, самым комфортным. Если мы с вами точно знаем, что при посадке столько левого шеста выпускаться не будет. Вы полетите на таком самолете? Да нет, конечно. Потому что нарушен основополагающий закон, обеспечивающий работоспособность системы. Вот вы заканчиваете ВУЗ, а ВУЗ это тоже система, да? В котором на уровне подсистемы обеспечения вашей, будем так говорить, успешной самореализации, вашего успешного трудоустройства задача на сегодняшний день решена. То есть, ну иными словами, мы вам дадим сумму знаний, вот. А что дальше с вами будет, ну, вам ничего не гарантируют. Дадут вам дипломы и все идите на все четыре стороны. То есть на этом уровне подсистемы, обеспечивающей, так сказать, профессиональную реализацию наших выпускников, задача была не решена. Но в результате получается, что вся система ВУЗовской подготовки, не гарантирующая, будем так говорить, успешную самореализацию, среди новопрофессиональной области, это неработоспособная что? Система. А зачем нужен мозг, если он такой гарантирующий? Вот пример красивый из области, ну, будем так говорить, образования. Или скажем другой пример. Мы с вами активно развиваем атомную энергию. Не только в нашей стране, но и в европейских странах. Вы знаете, Франция, примерно 80-90% получает электроэнергии сегодня. Это атомные электрические станции, то есть крупнейшие, так скажем, производители атомной энергии. У нас показатели нескольственные, но как бы взят магистральный путь на развитие атомной энергетики в нашей стране. Ну а на уровне подсистем мы, может быть, подскажем, как можно, атомная энергетика сегодня может получиться неработоспособной. То есть всё работает в атомной энергетике, кроме одной копии системы. Безопасно? Совершенно верно. Безопасно. Безопасно не только с точки зрения функционирования атомного реактора, но и с точки зрения, например, утилизации захоронения радиоактивных отходов. Что с этим делать? Человек, кто на сегодняшний день не знает, что делать с тем, что остаётся после того, когда соперные элементы атомных реакторов выработали свой энергоресурс. И что мы будем делать вообще с атомными станциями? То есть пройдут годы, и заложенный ресурс эксплуатации атомной станции, естественно, когда-то закончится. Что мы будем делать с этими горпичами, трубами и так далее? Мы что, туда пошлём людей разбирать эти все элементы? Или это будет выброшенный кусок земли, огромный причём? Это будут выброшенные, по сути дела, из народного хозяйства площади, которые в дальнейшем не будут придуманы на протяжении ни одного столетия. Вот вам красивое время, когда мы с вами в атомной энергетике провозгласили красивый тезис о мирном атоме, а в реальной жизни мы получили с вами то, что называется головная штука. Тем более, как совершенно правильно молодой человек сказал, есть ещё и проблемы серьезные связанные с безопасностью. А если террористы, то тогда что? Что у нас сегодня атомная станция? Охраняются людьми. А что такое люди? Это человеческий что? Фактор. Который может, извините, в каких-то ситуациях, но не срабатывает так, как нам нужно. Так? Кого-то купили, кто-то, извините, просто невнимательным оказался, а кто-то вообще откровенно безответственным, да? В результате захватили террористы и будут шантажировать весь мир. Потому что атомная станция, мирный атом превращается автоматически в что? В средство уничтожения людей. Вот мы с вами сегодня можем печально констатировать тот факт, что на уровне вот таких отдельных подсистем задача не решена. Ну, мы с вами разговариваем гидроэнергетику. Перегораживаем крупнейшие реки плотинами, возводим большую высоту этих плотин. В результате река перестает что? То есть это А. То есть на уровне подсистемы функционирования реки, как природного объекта, природной системы. Нарушен был что? Да, мы получили с вами электрическую энергию, но в результате река перестала течь. Там, где мы ее перегородили, что? Плотинами. И Великая Красавица Волга превратилась в гниющие молотки. То есть там же плосной каскар герористической станции. Но теперь как бы идет путь такой же у нас на Енисею. Мы тоже с вами сейчас начинаем создавать такую же головную боль. А по причине простой. Просто, очевидно, люди, которые должны были развивать системы. Ну, например, гидравлические электрические станции. Они развивают эту систему. Что такое идея ГЭС? Это идея водяной что? Мельницы. Которая была еще изобретена четыре тысячи лет до наших что? Думаю. Прошло столько тысячелетий, столько веков. А сама по себе идея, давай перекродим реку и создадим искусственный водопад, в результате которого мы действительно получим концентрированную энергию падающей воды, который в общем-то действительно получается как бы бесплатно. Но на самом деле ничего бесплатного в этом мире что? Не бывает. За все надо платить. За разведенную плотину и затопленные участки земли нужно платить выведенную из хозяйственного оборота огромными площадями земли. Да и сама по себе плотина, она тоже есть нерешенная задача. Мало того, что она реку не стреляет, но она еще и к тому же что? Порваться надо. Правильно! Она же может разрушиться. Ничто не вечное в этом мире. Но мы сегодня с вами готовы на случай того, что плотина, в какой-то прекрасный момент, а это неизбежность экономина обязательно произойдет, она просто перестанет существовать. То есть материалы, которые строительные закладываются в общем-то в тело этой плотины, они же не вечны сами по себе. В этой горе ничего не бывает вечного. Пройдет определенный срок и может произойти аварийная ситуация со всеми вытекающими отсюда последствиями. Добавьте сюда еще природные катаклизмы, ну например землетрясения, и мы с вами получим мину, которую заложили для будущих что? Вокалейские. Поэтому он не всегда ли, скажем, риск, а такой может быть оправка? Есть такой хороший лозунг, который в общем-то вам знаком, который называется ненаврегий. Ненаврегий. Вот врач, он с одной стороны лечит, прописывал вам антибиотики для того, чтобы излечить ваши легкие воспаления или еще каких-нибудь простых заболеваний. Ну а с другой стороны, естественно, что? Он калечен. Ну, например, вашу печень, например, ваш кишечный тракт и так далее. Потому что антибиотики, в состав которых входят активные организмы, живые биологические существа, которые им все равно чего кушать, как говорится. Стофилопонки уничтожают они, либо кишечную хлору. Поэтому вы потом долго будете лечиться от бактериоза, от заболевания крови и так далее и так далее. Так что очень интересная получается ситуация, когда мы с вами нарушаем основной закон статики. Еще раз повторяю, все системы работоспособны быть только в том случае, если ее подсистема составляющая обладает хотя бы минимальной работоспособностью. Значит, очень важно, что в законе статики, в этом законе полнотыческой системы, есть очень важные два таких следствия, которые говорят о чем? Что любая система, она состоит из четырех подсистем. Всегда состоит из четырех подсистем. Рабочий орган, трансмиссия, энергосиновая установка и управление. Если все четыре подсистемы в системе уже имеются, то в этом случае говорят о полной системе. То есть система, которая в своем составе содержит все четыре подсистемы. Это полная система. Если у нас с вами каких-то подсистем не хватает, и их функции берет на себя какой-нибудь другой элемент, чаще всего элементы над системой, то говорят о неполной системе и рассматривают, как говорится, период развития этой системы, как развертывать. То есть если мы сейчас попытаемся графически отобразить процесс развития системы и изменения ее сложности, назовем ее буквой И от времени, допустим, могут быть годы или даже столетия, то мы четко увидим, что в начале система развертывается до полной, то есть когда появляются все четыре подсистемы, а потом, следовательно, начинает процесс свертывания. Это вот вид развертывания, а это вид свертывания. С чего появился экскаватор? Вот экскаватор это полная техническая система, в которой в рабочий мордон играется. Что? Ну, совершенно верно. Трансмиссии, то есть подсистемы передачи энергии от двигателя к рабочим мордонам. Это называется как бы трансмиссия. Что является трансмиссией? Есть гидравлические цилиндры, которые поднимают, отпускают, живут в движение все. Есть насосы, которые сообщают и передают в движение рабочей жидкости, подающие давление и расход непосредственно в гидравлические цилиндры и гидромоторы. Все это называется элементами трансмиссии. Естественно, в экскаваторе есть двигательная силовая установка. Грубо говоря, ДВС, двигатель внутреннего гарантия. Обычно это тизельные двигатели. И есть подсистемы управления, в которую органически входит сам человек. То есть есть с помощью рычагов распределительных устройств. Мы можем менять потоки движения гидравлической системы рабочей жидкости. И соответственно управлять этими рычагами и воздействовать на эти рычаги сам непосредственно что? Человек. Это вот полная, развернутая, техническая что? Система. С какой подсистемы родился экскаватор? Что мне так сказать? С рабочего уровня. То есть с рабочего уровня. Мне нравится вам это. Но экскаватор родился с ковша. А к ковшу причинствовало что? До ковша то что было? Лопата. А до лопаты было что? Палка. Палка ковырялка. А до ковырялки? Это палка. Палка это конечно немножечко уже элемент трансмиссии. А вот чем непосредственно ковыряли грунт, наше древнее правило, что это был какой-нибудь каменный скребок, да? Кусок грубо говоря заострённого что? Камка. А вот когда к камню палку приделает, то получился элемент трансмиссии. Рычаг, да? Это же рычаг получается. Что делает палка? Изменяется отношение чего? Силы и скорость. А также перемещаемого расстояния. Поэтому, как бы лопата, это предшественник землеройной техники, землеройных машин. Вот автомобиль с чего родился? С колеса. С колеса, совершенно верно. Рабочим органом автомобиля имеется древнейшее изобретение человечества колесо. Мы не знаем, кто изобрел колесо, но мы можем абсолютно точно сказать, что никакой автомобиль без колес существовать что? Не будет. То есть, если вы мысленно уберете рабочие органы, то мы с вами получим неработоспособную что? Систему, которая называется автомобиль. Потому что без двигателя может наш автомобиль перемещаться в пространстве. На колеса, естественно. Да, если мы его будем толкать или под горку его спустим, он все равно будет перемещаться. Но колеса являются главным неотъемлемым элементом главной подсистемы, в которой реализуется главная и полезная функция системы. Запомните, что в рабочем органе система реализуется и обеспечивается выполнение главной полезной функции всего объекта, то есть всей системы. Которая называется что? Автомобиль. Зубной щетки рабочим органом будет что? Щетина. Совершенно верно. Главная полезная функция зубной щетки. Очистить поверхность зубов. Понятно, что никто от нее очищает поверхность зубов с помощью пластмассовой ручки. Так? Все ее очищают с помощью щеки. Отсюда важное очень важно, что в рабочем органе всегда реализуется главная и полезная функция системы, и в рабочем органе возникают всегда главные проблемные задачи. Потому что в ходе реализации главной полезной функции системы неизбежно возникают нежелательные эффекты, которые препятствуют осуществлению этой главной полезной функции. Всем ли это понятно? Вот у самолета рабочим органом будет что? Крылья. Крылья. Совершенно верно. Уберите крылья. И ничего у нас, что? Не болели. Почему не болели? Да потому что именно крылья обеспечивают подъемную силу, возникающую в результате взаимодействия крыла с водохом. То есть с элементом над системой. И когда у нас возникает главное взаимодействие, обеспечивающий главную полезную функцию в системе, самолет в целом, то есть перевести грузы и пассажиры по воздуху. Мы с вами говорим о том, что там же и возникает главный и желательный эффект. Какой? Что там возникает нежелательно при взаимодействии крыла с водохом? Совершенно верно. Но грубо говоря, воздуху надо, чтобы его крылья рассекали, разъединяли. Нет. Это же для воздуха инородное тело, которое нарушило равновесное состояние воздушной среды. И поэтому молекулу воздуха, грубо говоря, не отпускает в себя крыло. То есть возникает сопротивление крыла при движении что? В воздухе. Но отсюда понятно, что это и есть главная задача, которую должны решить что? Конструкторы, инженеры, создатели новой авиационной техники. Что значит решить эту задачу? Это значит найти идею, при которой выполнялось какое условие? Чтобы не было тренировки. Вообще чтобы не было. То есть нам можно получить подъемную силу от взаимодействия крыла с воздухом, и полезную функцию оставляем. А нежелательный эффект, он должен полностью быть устранен. То есть в этом случае мы можем сказать, что любая найденная идея, исключающая сопротивление движения воздуха к крылу, это и есть прорыв человеческого реакции. На сегодняшний день есть такие идеи? А? Вы когда-нибудь слышали? Нет, нет. И я не слышал. Вот смотрите, мы с вами, зная закономерности, можем легко и просто вычислить главные задачи, которые надо решить. Будучи абсолютно не специалистами в авиации. Мы же с вами специалисты в авиации. Вообще еще только на первом курсе выучитесь, но мы можем сегодня смело указать авиаконструкторам, над какую задачу надо на сегодняшний день серьезную работу. Потому что если эту задачу решить, то будут сэкономлены сотни тысяч тонн авиационного керосина, то есть не нужно будет так много сжигать этого кухня для обеспечения необходимой силы что? Тяги двигателя. Потому что на больших скоростях на сопротивление воздуха затрачивается большая дополнительная штука. Энэ, вжаде летит самолет, а молекулы воздуха перед ним просто на скорость вступает. То есть в самолете летит без сопротивления. А отсюда понятно, что скорость такого самолета будет огромной. И мы с вами решаем еще и другую задачу. Как быстрее, а? И потребление? Да, и потребление нужно несколько слов. Но есть некоторые дипломы за то, что, скажем, неопознанные летающие объекты, они так окажут двигаются в воздушной среде без сопротивления. Поэтому скорость их появления, скорость их осознавления огромна. То есть не поддается, так сказать, никаким теоретическим обоснованиям. То есть есть такие гипотезы, и те, кто виден НЛО, они вот почему-то так убеждают. Возможно, в принципе, наверное, такие решения уже существуют, но я с этого ничего не знаю. Понятно. Значит, при появлении рабочего органа следующая система или подсистема, которая взаимодействует с рабочим органом и начинает активно развиваться, является трансмиссия. Трансмиссия, то есть система передач и видоизменения лета. То есть простейшим у меня там трансмиссией является рабочий рычаг, который был присоединен к рабочему органу, например, к топору была присоединена ручка, и мы получили с вами каменную топору. То есть какую задачу решали таким образом, если мы присоединили к обычному заострированному камню палку? Что в результате получилось? Мы с вами получили возможность обеспечения большого усилия при нанесении удара. То есть статическое усилие перешло, что в режим динамического. Где при той же самой массе каменного, допустим, скрипка, можно обеспечить усилие в несколько раз выше, чем при статическом воздействии. Понятно. Поэтому, конечно, каменный топор, каменный там скрипок какой-нибудь с ручкой, конечно же, копьё, это всё как бы из одной и той же серии изобретений. Это были прорывные изобретения человечества. Да и вообще сам по себе рычаг, как говорил Архимед, дайте мне точку опоры, и я переверну, что землю. Кстати, именно Архимед описал первым в математической зависимости моментов силовых усилий, скоростей при взаимодействии с рычагной системой. То есть он написал все правила дыханики, которые, в общем-то, связаны именно в рычагах и имеют место в рычагах. Энергетические установки. На первоначальном этапе развития технических систем в качестве источников энергии были либо надсистемные элементы, ну, например, какие мы можем с вами назвать надсистемные элементы используют в ненавидности человека в качестве источников энергии, да? Вода. Мы вспоминаем изобретения ненавидности какое? Ветряные мельницы были, да? В чем они очень много просуществовали. И сегодня, как бы, интерес человечества к ветряным двигательным установкам достаточно большой. И в таких странах, как Голландия, ну, огромные, так сказать, площади заняты ветрогенератором. Для того, чтобы бесплатный ветер использовал в цели получения электрической энергии. Хорошо. А какие внутренние ресурсы? То есть, как бы, подсистемные ресурсы энергетические, можно сейчас было бы назвать, которые входят в систему, ну, допустим, того же, той же первой лопаты. Откуда у нас энергия там в лопате? Рабочая сила? От самого человека. То есть, человек выступает в качестве подсистемы энергосиловой что? Установка. Ну, где-то людей использовали в древности, там, рабов за галеры сожрали, да? Использовали также животных, в частности, лошадей. Давно известно изобретение человечества, где лошади использовались в качестве источников энергии для приведения к движению машин и для, в качестве как основного, транспортного средства. И до сих пор лошадей с турбом. Ну, естественно, некоторые виды крупного радарного скота, быков, мулов и так далее. Ну, естественно, со временем, человек, как источник энергии, был вытеснен. Появились подсистемные структуры, подсистемные силовые энергетические установки. В начале было изобретено, какая машина? Паровая. Паровая машина. Ну, может кто-то вспомнит автора. Кто вообще-то изобрел паросиловую установку, и она произвела революцию, вообще толчок мощнее научно-технического прогресса. Конец 18-го столетия, начало джурданского... А? Джеймс? Джеймс Латт. Ну, вообще-то, за 50 лет до Джеймса Латта, то есть, двигатель появился, паросиловая машина появилась в Англии, как бы официально, в России, на Урале, Волзунов построил за 60, практически, лет до Джеймса Латта, действующую паровую машину, которая, в общем, до сих пор сохранилась, и, в общем-то, есть чертежи и описания машины паровой Волзунов. Главного инженера, самоводчика, который создал еще в России гораздо раньше паросиловую установку. Впоследствии паровые машины были бы успешно угрожены такими. Более 100 лет назад два немецких инженера-изобретателя. Какие? Так, тест на эрудицию. Кто у нас может сейчас сказать? Какие двигатели появились? Ну, за дизельном углу вначале какой двигатель? Обычный бензиновый карбюраторный двигатель. Кто его забрел? Нет, уход. Да, конечно. А машина сделала? Машину бензин сделал. Кто? Бензин. Так вот, бензин сделал не только автомобиль, они поставили изобретательный двигатель. И миксер. Да, наверное, бензин. Немецкие инженеры изобрели. Первые в мире четырехтактные. Нет, двухтактные вначале двигатель внутреннего отбирания. Вот. И впоследствии установили его на повозку. Появился, так сказать, правообраз первого автомобиля. Вот буквально, по-моему, пять или шесть назад мы отмечали столетие автомобилей. То есть сто лет назад, более шесть лет назад, был изобретен автомобиль. Вот. Ну и активно развивались другие виды тепловых, силовых установок. Ну, например, такие двигатели, как... Какие вы еще знаете тепловые двигатели? Где используются внутренние энерговещества. То есть, грубо говоря, сгорание какого-то вещества. В результате этого освобождается количество большой энергии. Появляются газы, которые могут выполнять механическую пароводу, расширяясь. Какие вы еще знаете двигатели, кроме двигателя внутреннего сгорания? Печка. Печку. Где там механическая работа? Печеньку, воду, воду. Просто выделяется тепло из вещества в результате этого сгорания. А реальность? А чтобы вот расширяющиеся газы выполняли механическую... Реактивные двигатели. Реактивные двигатели. Совершенные двигатели. Кстати, реактивные двигатели были изобретены вместе с изобретением какого? Что изобретено было? И где? Ну, что изобрело человеческий прорыв опять? Нет. Самолет. Все потом. В начале было изобретено, что? Если мы говорим о реактивных двигателях, то на чем вы начали работать реактивные двигатели? На чем? Ракета. Ракета сама по себе не поедет. Ее нужен источник ГИНЭР. Вот. Она писала в автоном. В качестве его использовался... Что? Ну, реактивные двигатели. Для того, чтобы заработал, нужно какое-то топливо. Керосин. Какой там керосин? Так. История техники. Всем двойка. Он соединяющийся. Всем двойка по истории техники. В начале было изобретено какое вещество? В древнем Китае. Порох. Порох был изобретен. Черный дымный пор. В Китае было изобретено. И использование этого пороха в первую очередь было направлено на получение различных цветовых эффектов. То есть были, по сути дела, первые ракеты были предназначены для создания фейверка. То, что сегодня мы с вами можем иногда по ночам наблюдать в нашем большом городе. Вот. То есть китайцы, они в основном для эгоцины в начале использовали ракеты. А потом впоследствии, порох естественно стал применяться в комбинации с изобретенным чем? Что было изобретено к пороху? Ну а для того, чтобы вот мушкет и прочее, какой очень важный рабочий орган? Про трансмиссию? Да. А то вводим его. Без чего ничего эта работа не будет? Для того, чтобы газы, рабочий орган, начали бы совершать полезный. Вот. Вернее, энергосаловары все равно. Нам должен быть рабочим органом. Чтобы эти газы каким-то образом заставил работать. Что было изобретено? Ствол был изобретён. Я же говорил. А ты так говоришь, что тебя никто не слышит. Ты же должен быть уверенным. Ты скажешь, я точно знаю. Без ствола, извините, газы никуда пойдут. Кстати, первый ствол был сделан из бамбука. То есть у него одна стерка была глухая, а другая, естественно, выдолбили в середину и вытащили. Это был бамбук. Туда насыпали порох. И китайцы стреляли газами противника. Прошло не одно тысячелетие, прежде чем додумались, вот вдумать, туда пулю вставим. А до этого, вот, десять метров тебе подбегают противники там, а коня остается со стрелами, или просто на встрече вот эти языки огненные, то есть из этих бамбуковых стволов. Ну понятно, что такой ствол, во-первых, не выдержан от многократного племенения, а уж если туда ищут пулю, или, не дай бог, каменный туда камень засадим, как бы пробу разбудущего ядра, то понятно, что бамбук разлетался, не выдерживав давление этих газов. И появилась потребность создания более простых газов и так далее, и так далее, и так далее. То есть пошла, так сказать, эволюция и история развития так называемого уже огнестрельного оружия, которое вот сегодня нам хорошо известно, а вот уже там ударные спусковые механизмы и так далее, это все появилось гораздо позже. Но ствол, это было, как бы сказать, главное изобретение всего огнестрельного оружия. Но без пороха, без ствола все это было бы невозможно. И так далее. То есть я это все хочу как бы к всему привести, чтобы четко понимать, что система развивается от рабочего ордена к управляющей подсистеме. Каким же образом происходит дальнейшее свертывание? Свертывание. Путем объединения отдельно что? Подсистем друг с другом. То есть, ну например, трансмиссия объединяется с рабочим орденом. То есть система рычагов и рабочие органы начинают существовать как бы вместе. Под систему управления входит, допустим, под систему трансмиссии или в энергосиловую установку. Вот если взять пример, скажем, свертывания строинодорожных машинок, то вы, наверное, обратили внимание, что сейчас вот в современных конструкциях большегрузных самосвалов, у них в ступицах привода колес есть индивидуальные двигатели, электрические двигатели. То есть на каждое колесо по своему, что отдельному двигателю. Причем он строен таким образом, чтобы там и редуктор был, и сам двигатель все в одном блоке. Вот электрическая таль. Видели эти детали? Даже не знаем, что это такое. Вот так порезан, на складах где-нибудь перемещается, кнопочку нажимаешь. Тоже, например, красивое свертывание, когда рабочий орган барабан с канатом объединяется с редуктором, и внутри все, внутри прямо этого барабана, туда встраивается сам электродвигатель. То есть получается очень компактное устройство. То есть если бы мы его отдельно рассматривали, не в свертывом состоянии, то получается бы очень громоздкая, металлоемкая, крупногабаритная система. Понятно, да? Вот красивый пример свертывания в электротехнике, в электронике, да? Ну какой вы можете пример привести объединение? Что такое современная микросхема? Там мы все видели. И рабочий орган, и трансмиссия. В отдельных, наверное, случаях мы, ну, управление, безусловно, там есть. В отдельных случаях мы можем найти отдельную накосиловую установку. Хотя на сегодняшний день эта задача не очень, как бы так, хорошо решена. То есть у нас есть отдельные блоки питания, отдельные элементы питания и так далее. Ну понятно, что пределом свертывания системы является объединение всех подсистем, где, куда они все сворачиваются? В рабочий орган. То есть это абсолютно закономерный процесс. То есть с рабочего органа мы родились, в рабочий орган мы и свернемся. Но это будет уже совсем другой рабочий блок. Который сам по себе функционально будет наделён свойствами трансмиссии, энергосиловых установок и систем управления. Ну то есть, если мы эту закономерность знаем, то мы можем чём-то сказать, куда свернётся, например, самолёт. Куда он свернётся, энергосиловых? Ну тебе говорят, создавая самолёт 21 века. Ты же должна знать, куда он будет сворачиваться. Он сейчас, куда будет сворачиваться, если рабочим органом самолёт является что? Крыльник. Значит самолёт объединится во что? Во что он сорвётся? С чем? Крыло. Это будет одно летающее какое-то крыло. Ну грубо говоря, летающая тарелка. Как нам так говорят, да. То есть нравится нам, нравится. Колесо. Автомобиль во что свернёт? Колесо. Шар, например. Чем хорош шар, чем он отличается от колеса? Потому что ему абсолютно всё равно куда катиться. Абсолютно манёвренная система. И очень даже безопасная. Может ли возникнуть лобовое столкновение из шарообразного автомобиля? Почему? Вероятно, если ничтожно малый процент, вероятно, что мы с вами вот так вот, как два бильярдных шара столкнёмся. Правильно? Отсюда понятно, что любая энергия столкновения будет перевалиться в энергию вращения и так далее и так далее. Всё хотим. Можно вопрос задать? Автомобиль в виде шара это изобретение первого уровня? Я думаю, что это изобретение уже третьего уровня будет. А если мы изобретём? Пожалуйста. Пожалуйста. Кто же вам решает? Мы скажем, что мы идею у вас взяли. Но в данном случае вы можете, мы же только сейчас указали направление, это ещё даже не идея, это даже не технический проект, даже не эскизный проект. Это просто как бы куда будем двигаться. Но если мы знаем куда двигаться, в потёмках нужно ждать уже что? Не надо. Утюг куда свернётся? Надо полстить. В рабочую плоскость, которая вот непосредственно с камер взаимодействует. Понятно, да? Дальше куда пойдёт развитие? Утюга. Ну там ещё раньше было, как палка взматывал. Много там чего было. Вот сейчас идёт процесс свёртывания, вы абсолютно точно видите. Корму шариковой ручки с чем сольётся? С пастой. А? С рукой. С рукой. Поэтому выражение, я что буду пальцем писать? Это вроде на первый взгляд так смешно. А на самом деле сейчас появились шарики на ручке, состоящие из вот этого баллончика с пастой. Гибкого баллончика. Вы так на палец намытываете? Крепишите пальцем. Фактически. Есть такие изобретения. И гораздо удобнее не тремя пальцами мы держим, а одним пальцем. Экономится энергия. Экономится. Смёртывание происходит. Куда сольмётся ручка у зубной щётки? Если мы абсолютно точно знаем баллономеры. Она сольмётся частично, во-первых, куда-то. В щетину. Так? А щетина сольётся с элементом нацисте. То есть с энергосиловую установку и с управлялочкой. На что щетина лучше всего? На палец. Правильно. На палец. Одел и ковырять сколько хочешь. Вы можете долго смеяться, но никто их вас сейчас не докажет, что это изобретение хуже, чем всякие там. Вот с такими ручками, с такими ручками. Во-первых, на ручке надо материал дать. Правильно. А здесь что? Пальцы. Очень удобные. Гибкая система. И куда надо? Поверну. Очень удобно. А дальше куда рабочий орган свернётся? Что вы хотите сказать, что если мы все уйдём в рабочий орган, утюг в подошву уйдёт, самолёт в крыло, а автомобиль в колесо, дальше что, развития не будет, что ли? Дальше идёт процесс развития, переходом полностью в надсистему. То есть рабочий орган объединяется с каким-то элементом надсистемы. Либо с себе подобным, потому что он переходит в две системы. То есть две подошвы объединились, да? Либо он объединяется с надсистемой. Ну например, что значит? Подошва исчезла, и мы перешли в надсистему. Надсистемой подошвы что является? Утюга. Главная полезная функция утюга какая? Да. Ну будем так вот, придать форму ткани. Правильно? Да. Да какая, ребят, надсистема непосредственно связывается? Сама ткань. Сама ткань. Куда уйдёт теперь, свернётся подошва, когда уже всё в подошву начально ушло, а теперь в подошву на ногу. Ты куда? В ткань. Появятся какие ткани? В разглаживающиеся. Правильно. Само разглаживающиеся, одел на себя, она раз на тебя запрямилась. Как надо. Вот скопируя твоё абсолютно что? Тело. Знаете, люди изобретут такие ткани. К примеру, какой дурак будет пользоваться утюга. Зачем будут нужны утюги? Тефан вообще будет отдыхать. Хоть и говорят, что он думает о нас. Он не о нас думает, он думает о себе. Он хочет больше денег скачать безобывателя, который не знает закон о развитии технических систем. А вы-то теперь знаете. Человек куда свернётся? В начальник какой рабочий бург? В мозги. То есть руки, ноги, ноги, разные люди. Да, организованы. У некоторых, когда измеренные, да, они же поясы. Ну как то, что сказал. Но зато всем понятно. Это не смешно, это грустная история. Но вообще-то, на самом деле, руки, ноги отсохнут. А эта штука нужна что? Работа. И происходит естественное биологическое сверкновение человека. Мы же с вами стареем. Правильно? А какие-то это ужасные. Вот когда мы размножаем, это не период старости. Природа всё придумала. Не волнуйся. Она всё продумала, придумала. Но вся беда в том, что не у всех закономерно происходит перемещение, или будем так говорить, свёртывание всех подсистем в рабочую волну. То есть в голову, в мозги, в сознание человека. Понимаете? Не у всех. Некоторые так и не свернутся. И у них на могиле останется лопух. Потому что материя не исчезает. Да? Лопух останется. Больше ничего. Ну и там какой-нибудь колболь над грубой. Поэтому вопрос свёртывали человека вначале в мысли, рождаемые его собственной головой. А мысли переходят уже куда, в какую надсистему. Мысль вам нужна или что? Я думаю, не только. Через мысль мы переходим в человечество. В надсистему. Всем ли это понятно механизм? Вот здесь уже свёрнутый рабочий возраст со штрихом. Он принципиально отличается от того, откуда мы начинали. То есть мы начинали с рабочего органа, который, конечно, не был вот таким. И никогда не был. То есть если это графически изобразить, то мы получим вот такую разворачивающуюся что? В пространстве спираль. То есть техника развивается не по кругу, когда мы вот отсюда вышли и сюда же пришли. То есть вышли от каменного топора, к нему же пришли. Никогда. Никогда вы не вернётесь в пещеру к маме. Никогда вы и от сотого телефона не перейдёте к сигнальным барабанам аборигера. Никогда к кострам или марафонам, которые там куда-то побегут и так далее и так далее. То есть это закон отрицания отрицания. Вы будете изучать философию, будете изучать диалетику Гиги, и вам будут говорить о том, что все системы развиваются, во всяком случае технические системы, это уж абсолютно точно, развиваются по спирали. Вы на это знаете. Знаете, вы не знаете. Вам говорили, да? Ну хорошо, я просто немножечко повторил, чтобы вы это лучше все дела присвоили, запомнили и поняли. Значит, если мы с вами знаем вот эти закономерности, то задача изобретателя при решении технических и изобретательских задач, это относится к чему? К тому, чтобы просто проанализировать. А каких у нас подсистем не хватает? И если мы понимаем, что у нас система не полная, то задача изобретателя заключается в том, чтобы достроить предостающуюся подсистему, и таким образом обеспечить необходимую работоспособность. Вот такая красивая, простенькая задача. Вы все, наверное, помните бессмертное произведение Даниэля Дефо «Приключения Робинзона к Рузу». Ну вы, конечно, поэт, уже читали. Не, одна, вы прочитали два произведения. «Приключения обороны Мельклозина» и, наверное, «Приключения Робинзона к Рузу». Да? Да. Но если вы прочитали нового произведения, уже хорошо, потому что современные молодежь практически уже ничего давно не читают. Есть такая проблема, серьезная. Так вот, там описан вот такой эпизод в сюжете этого армана. Сначала встречается такой эпизод, когда Робинзон решил уплыть с острова, и для этого он решил построить большую лодку, большой пирог. Ну, как бы способ изготовления лодок в то время уже не был тестом Робинзона. Значит, самая такая гениально простая идея, когда нужно было строить большое дерево и выдолбить внутри у него что? Полностью получил такой длинный-длинный пирог. И на такой пироге наши древние пращицы действительно путешествовали, и, в принципе, получались неплохие такие вот плавсредства. Ну, а когда вот он полгода искал подходящее дерево, потом еще полгода рубил его, потом восемь месяцев долбил, вот эту внутреннюю часть выдолбил, и когда была пирога уже построена, то к своему ужасу Робинзон обнаружил, что он эту пирогу не может спустить на воду. Она оказалась такой тяжелой, что до воды, до кромки, так сказать, моря, ну, там метров шестьдесят писяного пляжа было. То есть спустить на пирог плана четкого, а как же он будет спускать эту пирогу на воду. И в этом смысле он оказался человеком без грамм. Кстати, очень многим свойствам людей начинают что-то делать без чуткого плана в голове. Поэтому говорят, входит нам тут сидеть, говорить что-то, давайте будем все работать. Очень опасный тезис по одной простой причине, что прежде чем работать надо, хорошо что? Подумать. Так вот, самая главная работа, она и заключается в составлении этих планов. Вот в этом думании и хорошо продумывании того, что на самом деле надо, и с чем возможно мы можем с вами что столкнуть. Вот Робинзон не продумал этот вопрос. И получил, что время потраченное на изготовление этой пироги он потратил зря. Но мы теперь-то с вами знаем законы статики. Первый закон, закон полномочечной системы. Давайте решим эту задачу. Давайте поможем бедному Робинзону, как же спустить на воду пирог? Давайте посмотрим, что у нас в задаче есть. И, используя правило разыстрывания и сверстывания, попытаемся помочь Робинзону. Вот у нас с вами вода, вот у вас песчальный пляж, вот она ломка. Нужно, чтобы вот эта подсистема оказалась вот здесь. А вот это всё вместе образуется на неработоспособную систему, которая не может обеспечить функцию какую? Перенести перо вот сюда, вот сюда. Правильно? То есть если бы вот эту функцию имеющаяся система выполняла, то ни в каких проблем Робинзона бы не возникла. Но в Ромынии эта задача была решена, потому что Даниэль Дефон избал кризис, а мы теперь всё, что знаем. Мы вооружены знаниями. А вооружён, значит предупреждён, значит силён, значит может, да? Значит, что у нас в задаче есть из этих четырёх? Какой главный элемент? Пирога. Это рабочий орган. По поводу него весь свербор, так ли? Так. Теперь у нас есть управление. Управление. Управление сам же человек. Вот что мы сейчас должны искать на этой системе? Трансмиссию. Значит, трансмиссия, это то, что соединяет двигатель с рабочим органом. Что у нас является двигателем? Сам Робинзон, он уже не мог поднять край лодки. У него ноги взорвались в песок, и он, буквально выливаясь из сил, быстро пылил, без конструктивности, попыток самостоятельно спустить на воду эту пирогу. И он от отчаяния там заплакал. Что является источником энергии в данном случае? Где можно искать энергию? В воде. Совершенно верно. Но вода вот здесь? А что вы имели в виду, когда говорите про воду? Про копать канал. Про копать, короче. В песке. 50 метров. В песке. В песке, канал. Так как? Ах, у нас и как? В песке. В песке. В песке. В песке. В песке. Нет, у Робинзона были лопаты. У него вообще было что с корня затонувшего. Были паруса, были канаты, были ружья, был порт, был столярный листрумен, топоры. Все у него было. Вообще все было. Он так неплохо сильно там устроился. То есть у него так было, с чем, как говорится, все это долбить? Он уже долбил для этого первого. Итак, что вы имели в виду, когда говорили о воде как энергоисточнике? Вспоминаем географию. Приливы. О! Молодец. Кто нас интересует? Прилив или прилив? Прилив. 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 Вот до сюда довелись. Еще тут 60 метров. Чем хорош от лифта? Чем хорош от лифта? Чем хорош от лифта? Беспокойно. То, что дальше-то. Вот нам куда ехать-то надо? В воде. В воде. Скорость. Соответственно вектор силы. Он должен быть направлен сюда. Да. А. При приливе он сюда направлен? Нет. Нет. Значит, вода когда убегал как? Ну. То в принципе это тут куда нам надо. Текалку сделать. Правильно? На вода убегающая два раза в сутки набежит. Два раза в сутки убежит. А вот когда здесь была, так и расстались. Ну то, что там огромная энергия и миллиарды тонн воды. Дружники взявшие за руку побежали. Куда это? Она позвала, да? Вы хоть знаете почему приливы-то? Ах, вы же знаете? Знаете? Да, молодцы. Хорошо. Так вот два раза в сутки бывают. Живые отливы. И у Робинзона это все описано в романе. Он там ходил, попередник собирался. Храчков, кушал. Чего не хватает? Энергию нашли. Рабочий орган нет. Чего не хватает? Трансмиссии. Передавалки. Управление. Что значит трансмиссия? Вода вот убежит. А на нужную энергию двигающей воды передать куда? К лодке. Рабочим может. Что может быть в качестве передатчика энергии с пульсом? У него были переводы. А? Давно много было. Все снасти корабля были. Паруса, веревки, ковреи и всяких прочих. То есть веревку. Конечно, берем веревку. И бросили ее сюда. И что? Вода убегалка, а веревка оставлялка. То есть вода ушла и ничего. А нам-то надо помогать на Волге, чтобы быть. Правильно? А как в воде? Веревку. Чего не хватает? Управлялки не хватает? Убегалка, да? Ну на что с убегалкой-то сделать? Нужно ее остановить, да? Чтобы она захотела убежать, а не тут-то было. Она говорит, все, я буду теперь работать. Помогать. Так? Так. Значит, нужно теперь управлялку достроить, присоединить к трансмиссии. То есть где? Вот тут будем присоединить? Или где? Или вот где? Где вода? Где вода, да? Потому что вода, источник энергии. Вода будет уходить сюда. Значит, она должна взяться на веревку. И потащить. Правильно? Сейчас она должна взяться на веревку. Ну ты уже легко решаешь вот это. Ну а будет по-русу. То есть вот сюда привязан огромный мешок. Вот этот парус. Это 4 конца привязанных к веревке. Получается такой мешок, в который наполняется водой и начинает убегать вместе с водой. Я вам скажу, что парус площадью вот в эту вот комнату, да? Поперечного течения. По зоне утащить, развить силу теги более 15 тонн. То есть это больше, чем трактор Т-130. Челябинский, знаете? На первый период. 14 тонн. А здесь 15 тонн. А парус вот такой вот маленький площадь. Это средний парус, который там были парусами на корабле. И он из этих парусов там палатку себе вначале поставил. То есть, понимаете, у нас же легко решается, если мы с вами умело применяем знания. И без всякого озарения. Без всякого осенения. Мы с вами спокойненько вышли на решение, у которого не созрело у Робинзона. Точнее так, уже не юристых слов. Сегодня мы с вами, оказавшись в такой ситуации, конечно, мы с Патроника спустили эту руку на воду. А давайте уже стать всем условием задачи. Вот это не море, а озеро. Где нет приливов и отливов. Но нам точно так же нужно спустить на воду. Тяжелую. В первую руку. А приливов и отливов нет. А нафиг нам спускать в воду? Как приливов. Допустим, надо. Допустим, надо. По воздуху. Это как? По воздуху. Для воздуха, чтобы ловить. Чем воздух-то хуже был? В-первых, вода в тридцать раз плотнее. И поэтому парус уже гораздо лучше. Вообще, когда мы из воды выходили во время волнения. Вы, наверное, помните, как мы пытались встать. Как у вас тут же водоугол было. А ведь площадь-то ваша не очень большая. Правильно? А удар получался с сил огромным. Вы когда-нибудь вообще пытались в бассейне бежать под ноги? Было у вас такое интересное улучшение? Ну и как? Очень быстро двигались. Я думаю, что вообще не двигается. Ноги-то двигаются, а стоять-то на месте. Поэтому лучше плыть, чем, извините, бежать под дну бассейна. Быстрее получится. И все попытки разогнаться на огромных скоростях всегда намечаются вашим полным фиасом. Поэтому мы здесь, наш Атан. Ну давайте решим более, что же творят. Вот нам нужно обеспечить необходимую передачку сил. А у нас есть веревка. Есть солнышко. Есть врага. Есть перо. Как тянуть перо? Если нету, то у него враги. И парусов нет. Но зато навалом чего? Времени. Вагон. В радиационной был вообще вреден вагон. Ну а спешить некуда было. Там 29 лет, по-моему, поэтому стоит. Прокоптил, так сказать. Ну? Стало, пока вода пронывает. Тогда не поднимаем щелеке. Уровень постоянно. Не поднимаем. Как? Утянуть перо. Если есть веревка. Вода. Солнце. Песок. Сама перо. И мозги. И знания закона. О том, что нужно чего-то с чем-то объединить. Свернуть на части системы. Ну, например. Что нужно свернуть с вами? Откуда возьмем энергию? От солнца. От солнца. Ну, правильно. Ну, что, солнце только грилит. А надо, может быть, идуть. Значит, там нужно что? Энергосиловую установку. Объединить с чем? Трансмиссией. Трансмиссией у нас в данном случае что? Что у нас трансмиссией является? Веревка. Веревка. Но веревка каким образом может потенку? Если она что сделает? Как поймать? Что с веревкой должно? Прихожите веревке как-то себя по-особому повести. Как она должна себя повести? Правильно. А что там долго соображаешь-то? Она должна была такая, теперь чуть-чуть меньше. Это как? Вода есть у него. И солнце есть. Только что нужно с этим концом сделать? Его нужно почему-то привязать очень крепко. Ну, допустим, камень под водой. Мы его намотали вокруг камня. А дальше что делаем? Поливаем веревочку в воду. Полили. Вернее так. Вначале полили. Потом привязали. Потом что происходит? Солнышко взошло. Что дальше будет происходить? Дальше у нас что-то испаряется за счет капиллярных сил. Молекулярных сил. Которые будут уже действовать в капиллярах. Веревки. А веревка это капиллярно-полиское тело. Все это знают. Будет происходить усадка этого тела капиллярного поля. Какой-то там дельта. Немного конечно. Но усилие будет огромное. Огромное будет усилие. Так что проще прокопать. Не даром не зону торопиться. Поливай, рассуши. Поливай, рассуши. Ну и двигайся и помоливай. Это уже зависит от того, насколько у вас ума хватит. Если ума не хватит, будешь копать. А если умный, то скажешь, да я в гробове дал копать канал в песке. Он будет все равно тут засыпаться. Правильно? Да еще надо копать туда, вглубь. Чтобы туда вода потекла. Вверх вода не потечет. Правильно? Все. Поэтому нужно будет вырыть огромный шлюз. Представьте себе. Есть люди, которым нравятся лопаты кидать. А есть люди, которые говорят, я хорошо подумаю. Я вспомню школьную физику. Я вспомню капиллярные форестные эффекты. Я вспомню, когда-то я читал истории. В Китае была пытка и каждый. Знаете, какая была камень? Брали человека. К столбу привязывают с оранятным ремнем. Которое, естественно, в начале мочи. Потом вот так. К столбу. Сходило солнышко. И что происходило с человеком? Ремень начинал сжеваться, естественно, развивая огромную силу. И человека таким образом... Сначала пытали, а потом, вот что, убивали. Тут такие, прямо скажем, экзотические формы, способы были казни. Когда человек, с одной стороны, должен был бы раниваться, восходящему смыслу, а на самом деле у него возникала вот такая грустная интонация, грустная мгновенность. Понятно, что такое закон полноты чтения системы. Всем ли это понятно, друзья? Понятно, как мы решали задачу. То есть просто достроили недостающую систему, а в случае с озером мы просто свернули и объединили части системы. Понятно. Обедение солнца, с веревкой, с частью системы, с водой, которую она основала. И мы получили с вами искусственную мышцу, которая на самом деле выполняет необходимую полезную функцию. А как стало так, чтобы, ну, усилия было бы больше? Войне? А можно тройную веревку? Да. Потому что не веревку нужно, а? Давление снизить, чтобы меньше было давление. Раскатывала, потому что лодка на кусок. Ну а зачем? Если нам усилий хватит. Если можно порвать эту лодку. Хочешь, порвем. С помощью веревки высыхающей. Да без проблем. Как раньше, древние, раскалывали скалы. Знаете, нет? Брали деревянные колышки, забивали в щи. И просто поливали вот тут. Дерево начинало разбухать, и разрывало гранитные жилы. То есть вот такое, что такое капиллярно-конистый эффект, что такое молекулярная сила взрыва. Перемещение ничтожно, а усилие-то огромное. Замерзающаяся вода, которая увеличивается в объеме на 9%, способна выполнить работу, связанную с разрывом стальных сооружений. То есть порвет все что угодно. За счет чего? За счет того, что вода была жидкой и стала готовой. В лед. В лед превратилось, и порвало в коммуникации и так далее и так далее. Поэтому инженерам приходит вот такой феномен увеличение объема воды в случае ее кристаллизации. Если у вас на участке, на даче, в баке осталась вода, то в результате ЗМЗ вы придете и у вас бак уже будет нефункциональный. Попорный лед, который разорвет стены во сухо. У вас потечет глубокая вода. А как решить эту задачу? Да, отыщить, чем делегашку. Правильно. Туда нужно что? Ввести элемент, который бы оттянул на себя вредное действие расширяющегося что? Льда. Есть такой способ решения изобретательной задачи, когда мы вводим промежуточное вещество по средней, которое оттягивает на себя вредные действия каких-то там сил. Вопросы о сегодняшней лекции есть? Все понятно?